В здоровом теле здоровый дух. Этот лозунг еще не потух. Основной состав на СпортФМ Хабаровск. 107,5. Сегодня приезд Атташе Федерации Бокса Хабаровского края Олег Многовицин. Будем мы в ближайшее время говорить, естественно, об этом прекрасном виде спорта, о боксе. Здравствуйте, Олег. Доброе утро. Первый вопрос, наверное, будет... Чем жила Федерация Бокса? Вот все это лето мы давненько с вами не виделись, не обсуждали новости. Расскажите нам, Олег, что происходило? Традиционно лето для такого вида спорта, как бокс, является, скажем так, периодом накопления сил. То есть летом обычно не проводится большого количества соревнований, каких-то крупных соревнований. Но нужно сказать, что завершающееся лето, оно несколько из этой тенденции выбивается. Дело в том, что за это лето боксеры Хабаровского края смогли, может быть, даже где-то неожиданно для многих достичь довольно высоких результатов. Прежде всего, необходимо сказать о двух ребятах, воспитанниках хабаровских тренеров Анатолия Лебедя и Василия Колодезникова, которые буквально в последних числах мая, то есть перед началом летнего сезона, сумели завоевать серебряные медали на проходившем в городе Кургане первенстве России среди юниоров. Необходимо отметить, что этот успех хабаровских боксеров, скажем так, стал последним успехом среди хабаровских юниоров за последние 9 лет. То есть, если говорить о медалях, которые завоевывались бы ребятами 17-18 лет, а это тот возраст, когда боксеры уже готовятся перейти во взрослый. В более взрослый. В более взрослый, да. То у нас последним достижением, последней медалью, скажем так, российского первенства была медаль Александра Горбачева в 2006 году. А с чем это связано, вот такой вот разрыв между медальными достижениями? Нет. Ну, необходимо отметить, что все-таки бокс это, я бы сказал, точечный вид спорта. То есть, ждем рождения звездочек? Есть волны, есть такие тенденции, когда приходит один, два, три человека, какая-то группа ребят, которая добивается определенных результатов. У нас в хабаровском боксе такое было неоднократно и в советские, и в российские времена. И вот, я вам что хочу сказать, юниорский бокс, он очень, я бы сказал, очень сложный для восприятия судьями. То есть, это ребята, которые уже не юноши, они не просто так бездумно машут кулаками на ринге, но это еще и не взрослые боксеры. И для того, чтобы убедить судей в своем мастерстве, да, в том, что ты лучше соперника, ребятам приходится, ну, в буквальном смысле прыгать через голову. То есть, нокаутов, нокдаунов в юниорском боксе чаще всего не увидишь, по очкам приходится доказывать судьям, где-то своим мастерством, где-то своим поведением в ринге. Ну, бывает на самом деле разное, но вот я вам характерный пример приведу, что, в принципе, может дать победа, да, на юниорском первенстве России. В 2005 году в Казани Андрей Замковой выиграл свое первое юниорское первенство России, то есть, вошел в состав сборной команды России и буквально через два месяца стал победителем первенства Европы в Таллине. Это дало ему путевку в национальную сборную и, скажем так, сейчас Андрей, кто такой Андрей Замковой, мы с вами знаем, я думаю, мы чуть позже поговорим. Да, можно тогда такой вопрос, каким образом у вас происходит, ну, можно сказать, скаутская, наверное, работа в боксе, если я знаю, что в том же хоккее, то есть, наставники сами, то есть, вплоть до того, что на катки приходят на любительские и смотрят талантливых детей, а как это происходит в боксе? Должен сказать, что последние десятилетия в боксе существуют некоторые проблемы с набором юных, скажем так, дарований. Большое влияние на детей, ну, и также на родителей, которые зачастую за своих детей принимают решение, в какой вид спорта отдать ребенка, оказывают многочисленные фильмы с восточными единоборствами. То есть, количество единоборств за последние 25-30 лет, единоборств, которые культивируются в Хабаровске и в Хабаровском крае, значительно выросло в разы, в десятки раз. Ну, это однозначно, конечно. Поэтому проблемы возникают. Сейчас вот тут перед нами стоит, перед Федерацией, Краевой Федерацией бокса, которую я представляю, стоит проблема, это набор новых ребят в секции, потому что с сентября месяца возобновляют работу. И городской центр развития бокса, и секции поменьше. У нас за последние 4 года в городе только появилось 8 новых залов, или отстроенных, или отремонтированных. То есть, место для занятий, инфраструктура есть. А как людям узнать, как попасть в секцию бокса, наверное? Куда ребенка привезти? Если ребенок дубасит папу, грубо говоря, куда его отдать? С сентября месяца, начало занятия в школе. Необходимо сказать, что вообще боксом можно заниматься ребенку с 10 лет. Желательно, скажем так. Ну, скажем так, по всем антропометрическим данным, по всем показателям, раньше заниматься именно боксом, непосредственно работая в перчатках, раньше 10 лет не стоит. Можно начать и закончить карьеру, так сказать. Но у нас сейчас осуществляют набор и более маленьких ребят, занимаются общей физической подготовкой, подводят, скажем так. Подводят, то есть, ребята крепнут, им объясняют какие-то основы, в парах они не стоят. Так вот, с сентября месяца по школам пойдут тренеры городского центра развития бокса. То же самое будет в Комсомольске на Амуре. То есть, будут объявления, реклама на улицах. Так, надеемся, что получится в печатной прессе и на телевидении. То есть, наша задача сейчас, скажем так, в сентябре месяце, сделать так, чтобы родители и дети, естественно, могли без проблем найти ближайшую секцию бокса. Ужнать и найти. Прийти, посмотреть, попробовать себе. Я могу, наверное, Олег, согласитесь со мной. Бокс — это такой вид спорта, который, если даже сравнивать с единоборствами, он, наверное, один из лучших, кто дисциплинирует вообще детей. Я вот хотел бы отметить. В плане дисциплины и подхода тренерской работы, ну, вот я просто советскую школу бокса хорошо помню. И могу сразу сказать, лучше, наверное, не придумаешь практически. Еще могу только рукопашный бой туда привести, в пример. Давайте я за себя скажу. Дело в том, что я тоже сам в свое время занимался боксом. И, кроме этого, попробовал себя в нескольких других видах спорта. И я вам хочу сказать, что, да, это еще советские времена были. Но, тем не менее, на соревнованиях по боксу, в залах, в раздевалках боксеров не было. Мне не доводилось за пять лет занятий боксом встречать, скажем так, каких-то агрессивно настроенных людей, каких-то провокаций, каких-то стычек. Потому что боксерам хватает всего этого на ринге. То есть, если у тебя возникла неприязнь какая-то к какому-то из оппонентов, ты вполне можешь выйти с ним на ринг и выяснить, кто из вас лучше. Кулачный бой, перчатки, рефери, без проблем. Поэтому я должен сказать, что по собственному опыту, боксеры, наверное, все-таки самые спокойные из единоборцев. Ну, не знаю, не скажу за борцов, я думаю, что, может быть, они тоже. Но это вот два классических вида. У меня все друзья, которые боксеры, очень спокойные люди. И даже если, допустим, какой-то конфликт возникает, никогда они первыми в драку, допустим, не лезли. Они всегда стараются решить все словами. Вот так нас учили, в конце концов. Ну, если позвольте, я все-таки еще пару слов добавлю. Я сказал о двух ребятах. Денис Парилов и Дмитрий Геренков. Это серебряные призеры первенства России CD юниоров. В конце июня прошли в Баку, в столице Азербайджана, прошли первые европейские игры. Это мультиспортивные игры, но бокс включен был в программу. И участие в них принимал, принимал Батор Сагалуев. Боксер, представляющий 2013 года свою родную республику Бурятию и Хабаровский край. А как же с ним контракт каким-то образом заключили? Да, да. В 2013 году он в великолепном стиле выиграл здесь Хабаровский международный турнир в памяти Герой Советского Союза Константина Короткова. Попал на заметку нашим селекционерам краевым. Совместный договор между Бурятием и Хабаровским краем о подготовке спортсмена. Так вот, Батор Сагалуев стал победителем. Первым в истории вообще игр европейских. Стал победителем в боксе. Выиграл из своей категории до 49 килограмм. И завоевал путевку на чемпионат мира в Доху. Приятно, когда молодые спортсмены добиваются результатов. И особенно эти спортсмены еще представляют твой родной край. У нас грядет пауза. Через 30 секунд мы немножко прервемся. И чуть позже мы все-таки у Олега Наговицына спросим, поедет ли Андрей Замковой на Олимпиаду. Ведь путевка, тем более имена, оказалось бы у него в кармане. Но здесь, мы как понимаем, есть некоторые недомолвки. 757407, друзья, звоните. Даешь спортивное утро. Основной состав на Спорт.ФМ Хабаровск. 107,5. В здоровом теле здоровый дух. Этот лозунг еще не под дух. Основной состав на Спорт.ФМ Хабаровск. 107,5. Продолжается утро вторника у нас в основном составе. В гостях у нас Олег Наговицын. Мне кажется, уже даже утро среды. Ну да. Ой, а что-то прям, я что-то на вторник-то. Я еще вчерашним днем живу, да, сегодня? Вот. 757407, друзья, у нас телефон. Звоните. У нас Олег Наговицын. Пресс-аташе. Федерации бокса Хабаровского края. Данил, задай самый животрепещущий вопрос для любителей бокса. Олег, ну, все мы говорили о том, что и в новостях, в телевидении, в прессе говорили о том, что Андрей Замковой выиграл именную путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И вот буквально некоторое время назад появилась информация, что Андрей Замковой может и не поехать на Олимпиаду. Что случилось? Как это стало возможным вообще? Вы знаете, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо сделать небольшой, на пару минут экскурс, в историю квалификационных турниров олимпийских. Дело в том, что на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года квалификационная система, придуманная Международной ассоциацией бокса любительского, как оно сейчас называется, открытого бокса, олимпийского бокса АИБА. Так вот, эта система, она очень запутанная, очень сложная. Фактически существует шесть турниров, через которые можно отобраться в Лондон, то есть получить именную лицензию. Два из этих турнира, они полупрофессиональные. Существует с 2010 года, сезон 2010-2011 был первым, так называемая всемирная серия бокса, World Service of Boxing. Или боксеры называют ее USB, WUSB. Так вот, победить первый номер рейтинга этой самой версии, в которой участвует в том числе и сборная команда России. В этом году она до полуфинала дошла сборной России, уступили казахстанцам, которые в итоге стали победителями, разгромив в финале кубинцев. И что эта первая строчка дает? Вот эта первая строчка дает право на именную лицензию в Лондон. В весовой категории до 69 килограмм за сборную России выступал чемпион России 2014 года, выигравший у Андрея Замкового в финале чемпионата страны в Ростове-на-Дону, ровно год назад, Раджа Бутаев. Так вот, Раджа Бутаев блестяще выступил в этой версии, он одержал несколько великолепных побед, в том числе он очень уверенно одолел олимпийского чемпиона, призера чемпионатов мира, очень опытного кубинца Саталонга, которому Андрей Замковой, к сожалению, в этой же версии USB, но за год до этого, то есть в 2014 году уступил. Первая лицензия в весовой категории 69 килограмм у России, Раджа Бутаев USB. Андрей Замковой во втором турнире полупрофессиональном APB, Aiba Pro Boxing. Это новый индивидуальный турнир, не командный, как USB. В нем выступают сильнейшие боксеры в каждой десяти весовых категории по одному человеку от страны. Год назад, когда формировалась эта версия, Aiba предложила выступать в ней Андрею Замковому, как сильнейшему на тот момент боксеру России в этом весе. Андрей Замковой, ну, чтобы не говорить долго, в июне и в июле текущего года одержал две очень важные победы, восьмираундовые бои он проводил в городе Кемерово, выиграл у литовского спортсмена Станиуниса, и вот буквально месяц назад в Кемерово он одолел Венгра Дюлу Кате. Ну, после этого боя-то и заговорили, что Андрей получил лицензию. Этот был бой с Венгром за право стать претендентом на титул чемпиона APB, и параллельно, или, скажем так, одновременно с этим, победа в этом бою принесла Андрею олимпийскую лицензию именную. Но, как я уже сказал, одна лицензия в этой весовой категории у России уже есть. А принцип олимпийских игр, что бокса на олимпийских игре, что не больше одного человека может участвовать. И что теперь делать, Олег, расскажите нам. Так вот, по словам главного тренера России, олимпийского чемпиона, чемпиона мира Европы Александра Ильбезяка, когда он узнал о том, что у нас есть две лицензии в этой весовой категории, сказал, что определять это здорово. То есть у нас есть два великолепных спортсмена, среди которых из них мы и выберем, собственно, лучшего. Как мы будем выбирать? По словам того же Лебезяка, речь пойдет о очных соревновательных встречах, достижениях на чемпионаты страны, о качестве и мастерстве соперников, которые противостояли этим ребятам в борьбе за олимпийский титул. Очень много, на самом деле, таких показателей. Если говорить о том, что об очных встречах, я уже сказал, год назад Андрей, к сожалению, в финале чемпионата России Раджабу Бутаеву уступил. Не все с этим согласны. Но это было год назад. Ну, тем не менее, эта очная встреча, она единственная у них была на тот момент. Извините, можно я включусь в разговор? Олег, это Владимир Лозовой. Вот немного поодали. Более того, по поводу чемпионата России, давайте вещи называть своими именами. Я разговаривал со многими боксерами, в том числе не только хабаровскими, и они все как один не согласны с этим результатом. Это вплоть до такого скрытого скандала какого-то. Я не побоюсь. Ну, резонанс был тогда, конечно, Вов. Да, ты прав. Я вам скажу свое мнение, как человек, который имеет некоторые представления о боксе. Андрей этот бой не проиграл. Андрей не проиграл, но поскольку соревнования проходили в Ростове-на-Дону, а уроженец Дагестана Раджабу Бутаев в последний год представляет, в том числе и Ростовскую область, то это из категории тех боев, которые отдают хозяевам. То есть Андрей, давайте скажем так, Андрей не был на голову выше. Это то, чего мы ждали, собственно, от олимпийского призера. Он выиграл этот бой в равном бою. Ну, руку не подняли ему. Такое в боксе иногда бывает. Ну, это не только в боксе. Давайте скажем так. То есть этот бой уже заигран. То было, то было. Нужно выбираться из ситуации сейчас. Здесь и сейчас. До августа месяца, вот сразу, как только у Андрея появилась лицензия, психологическое преимущество в этом заочном споре с Бутаем, кому же отдать предпочтение, все-таки было, по моему мнению, на стороне Бутаева. Я уже говорил о том, как он разобрался с кубинцем Саталонго, которому Андрей проиграл. Очная встреча. И, в принципе, Бутаев в последнее время был, что называется, на ходу. То есть он замечательно отбоксировал на USB. Каким сроком должен Лебзяк определиться? И может ли, да, оказаться, что сведут двух боксеров на ринге ради того, чтобы определить? Я сейчас объясню. Почему я сказал, что до августа преимущество было у Бутаева? Дело в том, что в начале августа, в первой половине августа в Болгарии прошел чемпионат Европы по боксу. В весовой категории до 69 килограмм представлял Россию Раджа Бутаев. Если бы Раджа Бутаев завоевал путевку на Европе, а разыгрались путевки на чемпионат мира в ДОХу, если бы Бутаев стал призером, выиграл чемпионат Европы, тогда, я думаю, что Андрею было бы сложно с ним соревноваться заочно, скажем так, только очная встреча могла все решить. Но Раджа Бутаев, на удивление, проиграл в первом бою. Он проиграл в первом бою и никому-либо, а вот мы возвращаемся к тому, о чем говорил Лебзяк, противостояние с соперниками. Он проиграл ирландцу Адаму Нолану, которого Андрей во втором круге олимпийского турнира в Лондоне разделал под орех. Да, там ирландца жалели тогда все. Вот, то есть уже психологический плюс. Плюс Бутаев не получил путевку в ДОХу на чемпионат мира. И ближайшие, никто не поедет в этом весе, да, потому что Россия не получила путевки. Бутаев проиграл, больше шансов отобраться туда не было. Значит, ближайший турнир, на котором Бутаева можно будет посмотреть в деле, это будет чемпионат России в Самаре в последних числах ноября этого года. Андрей Замковой в сентябре встретится в 12-ти раундовом бою с турком Ануром Сипалом за звание чемпиона АПБ. Так вот, я думаю, что в Самаре в ноябре все решится, потому что Лебзяк должен дать ответ свой до 4 декабря. Вот, в принципе, пока коротко. Интрига месяца, получается, на 3 месяца, да, у нас интрига, кто поедет на Олимпиаду. Подождем, подождем, потерпим. 757407, друзья, наш телефон в студии. В гостях у нас Олег Наговицын. У нас небольшая пауза. Готовьте вопросы. Перервемся на новости от Владимира Лозового. От веселых стартов до олимпийских вершин. Основной состав на Спорт.ФМ Хабаровск. 107,5. Спорт начинается с семьи. Основной состав на Спорт.ФМ Хабаровск. 107,5. И снова доброе утро. На этот раз, я уже не ошибусь, среды. У нас в гостях при Саташе Хабаровской Федерации Бокса Олег Наговицын. И мы говорим о том, поедет ли Андрей Замковой на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро или нет. Да, но вот предыдущие полчаса мы все-таки выяснили, что кто поедет от России на Олимпиаду в весе до 69 килограмм, выяснится только в ноябре. А решение главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк многоволожаемый примет в начале декабря. В ноябре на чемпионате страны, правильно, Олег, да, выяснится сильнейший боксер, то есть понятно, что есть определенные подводные камни. Есть ли вариант того, что на чемпионате России, допустим, в финальном, полуфинальном бою могут сойтись два претендента на поездку на Олимпиаду Раджа Бутаев и Андрей Замковой? Я должен сказать, что произойдет что-то странное, если они не сойдутся. Я полагаю, что этих ребят скорее всего при жеребьевке разведут разные подгруппы, то есть встретиться они смогут в финале. Это будет финал, я думаю, что это будет финал за Олимпийскую путевку. Первостепенная задача, я думаю, что для каждого из них стоит именно дойти до финала. А сможет ли оппонент оступиться или не сможет, это уже проблема оппонента. Мы с вами должны помнить, что оба этих боксера уже имеют лицензии, то есть никто не сможет их заменить. Единственный шанс, скажем так, поехать, только у них есть. У Бутаева, у Замкового. Кто из них может быть заочное противостояние. Дело в том, что я вот не добавил такой момент в Болгарии на чемпионате Европы весовой катиюр 69 килограмм, где Бутаев так неожиданно проиграл Адама Нолуну в первом бою. Победителем стал никто иной, как литовец Эмот Астанионис. Которого как раз Андрей в июне месяце в 8-м раундом в бою одолел в Кемерово в рамках Айпи-Би. Так что в настоящий момент психологическое преимущество в этом споре у Замкового. Тем более, что в сентябре ему предстоит еще поединку. То есть он предстанет перед главным тренером сборной, перед нашей тренерской комиссией Федерации бокса России. Он будет боксировать за звание чемпиона АИБа про боксинг. Это профессиональный 12-ти раундовый бой. И было бы здорово, если бы Андрей на чемпионат страны приехал вот с этим званием. Я думаю, что у Андрея есть все шансы. Дело в том, что действующая чемпиона, с которым Андрей будет встречаться, турка Анура Сипала, он уже побеждал. Правда, в трехраундовом поединке, но это было в полуфинале Казанской Всемирной университеты. Ну и ко всему турок то тоже. Примерно в равных условиях по этим раундовым батареям. Единственный момент, скорее всего, поединок пройдет в Турции. Это, скажем так, дома стены родные помогают. А я вот хотел спросить, чем принципиально и насколько сильно отличается трехраундовый поединок от того же 12-ти раундового? И какая тактика может быть избрана боксером, который привык именно работать в трех раундах? Ну, не даром говорят, что любительский или олимпийский и профессиональный бокс это два разных вида спорта. Однозначно. Абсолютно. Разная выносливость. Абсолютно разные системы подготовки. Мы прекрасно понимаем, что если боксер настраивается на три раунда выскочить, поработать, 12 раундов в одном темпе, проработать в высоком темпе невозможно. Ну, конечно. Очень много нюансов. То есть это такой больше марафон может быть даже где-то. И я вот вам скажу еще, слышал признание чемпиона Европы весить 69 килограмм Эйнаса с Астанионисом. Было тяжеловато ему. Он только в конце июля провел рейтинговый бой восьмираундовый. И вот буквально через там три недели вышел на ринг боксировая три раунда. Ему было тяжеловато, но он смог адаптироваться. Ну, в любом случае, это практика, это тренировки. И очень хочется надеяться, что у нашего Андрея Замкова все получится. Да, мы верим в Андрея и будем, наверняка, будет транслироваться этот матч, если не в телевидении, то в интернете. К этому моменту у нас наш суперспортивный канал должен заработать на всю катушку, да, я так предполагаю? Я не знаю, из Турции они наладят трансляцию или нет. Ну, АИБ организует трансляции, то есть посмотреть в интернете можно, это не будет большой проблемой. За Андрея болеем, держим пальцы, Андрей вперед. Андрей вперед. Олег, а вот как раз к вопросу трансляции и прочих-прочих дел. Вот сейчас многие виды спорта в стране переживают стагнацию, застой такой. Как с этим вот делом обстоят дела в боксе? Можно сказать, что последние изменения, которые АИБа проводит, то есть мы говорили о том, что на Олимпийских играх в Пекине, в Лондоне бокс был, ну и скажем, не самым востребованным видом спорта. Не самым востребованным, потому что мы знаем о системе, он больше напоминал фехтование в перчатках, скажем так. Даже 10 лет назад бокс на Олимпийских играх было приятнее смотреть. Там все было гораздо жестче, и я даже нокауты помню. Ну, нокауты, они были, скажем так, и в Лондоне, не в Пекине. Не так ярко. Вот, но с 80-х годов, когда были введены маски, боксерские шлемы называют, когда изменился вид перчатки, перчатка, в которой невозможно зажать полностью кулак, то есть невозможно, скажем так, нанести акцентированный удар, все это сыграло свою роль. Электронная система судейства тоже. То есть вы представляете себе, что судьи сидели и просто нажимали на кнопочки, так сколько ударов нанесено. То есть были поединки, в которых оба боксера умудрялись за три раунда считались только попадания, то есть пропустить до сотни ударов. На самом деле система очень сложная. Сейчас АИБа возвращается, Олимпийский бокс возвращается к истокам, убрали маски, перчатки стали чуть-чуть полегче, ближе к профессиональным, убрали систему судейства электронную. То есть сейчас идет система по раундам, после каждого раунда судей свою информацию дает. То есть победившему боксеру в раунде 10 очков дается, проигравшему 9-8, в зависимости от того, насколько он сильно проиграл. Активно или неактивно себя ввел? То есть система приближается к профессиональной, более зрелищной, и мы очень надеемся на то, что прежний бокс советский, по которому ностальгия присутствует, те, кто его видел, он вернется. Да, не хватало на трансляциях, которые я смотрел, не хватает. Я смотрел европейский первенство, вот это, получается, включу, думаю, бокс. Через некоторое время выключу бокс, потому что действительно не то пальто, наверное, вот так, если можно выразиться. дело в том, что сегодня на ринге, да, на европейских, мировых первенствах, на каких-то крупных турнирах боксируют ребята, которые всю свою боксерскую жизнь провели в племе, в маске, да, в этих перчатках, то есть они воспитанники еще той системы, и пока мы, скажем так, вернемся к прежней системе подготовки, будет, будет, необходимо время какое-то. однозначно. Мы начинали разговор о том, что с 1 сентября начинается набор в школы бокса, тренеры пойдут в школы общеобразовательные, привлекать ребят, а вот по какой системе будут вот этих вот новобранцев готовить? В шлемах, или уже будут адаптировать вот под новые требования между ми? Ну, на самом, на самом деле шлемы сняли только боксеры элитные, или взрослые боксеры, то есть даже юниоры 17-18 лет, они боксируют еще со всеми этими защитными тренироваться, то есть шлем, сама маска, это, скажем так, атрибут тренировки, подготовки, так, чтобы боксеры могли отрабатывать технические какие-то моменты и не бояться при этом. Ну, и в столь юном возрасте не дай бог получить травму нелепую какую-нибудь, там, где-то в борьбе боднул головой, грубо говоря, и все. Кстати, большое количество так называемых сетчик, травм легких таких в последнее время появилось именно по той самой причине, что убрали шлем, да, у взрослых боксеров, а ребята привыкли, что у них голова таким образом защищена и лезут головой, то есть это чаще всего это обоюдное движение, опасное движение головой, то, чего надо избавляться. Ну, элементарно, сломать скулу, это значит получить травму, которой будут пользоваться твои соперники, это сто процентов. Вот, еще хотел такой вопрос, раз мы говорим о молодых спортсменах, что делается в Хабаровском крае для поддержки и развития молодых боксеров? Ну, однозначно можно сказать, что с 2011 года, когда была принята программа развития бокса в Хабаровском крае, существует система стимулирования, как боксеров молодых, так и чего, скажем так, ну, раньше не было тренеров, подготовивших этих боксеров, то есть для спортсменов, которые добиваются каких-то результатов не на краевых, а на соревнованиях с зонального уровня, то есть дальневосточных и выше, да, для них существует система стипендий, какие-то суммы определенные они получают, то есть, ну, естественно, им приоритеты даются и выезд, сборы, проведение сборов где-то на западе, там же на Рафа-Минске у Андрея Замкового, то есть вместе с Андреем ребята выезжают, тренируются, то есть вот такие вещи, стимулируем, стимулируем как можем, потому что... Это хорошо. у старших старших коллег, грубо говоря, по цеху, у товарищей вот в любом случае тогда была с этим проблема. Но я думаю, что у Андрея Замкового все получится, и вот то, что вы, Олег, говорили, что там в Турции будет этот поединок, я думаю, что Андрей у нас спортсмен такой, которому абсолютно без разницы, он знает, что за его спиной целый дальневосточный регион. Мы благодарим Олега Наговицына пресс-атташе Краевой Федерации Бокса. Спасибо, Олег. Да не за что. До свидания. Даешь спортивное утро. Основной состав на Спорт.ФМ Хабаровск. 107,5.